У нас на связи Георгий Сатаров, человек, с которым всегда интересно пообщаться, человек, который всегда четко поясняет, кто в итоге виноват. Здравствуйте, Георгий. Здрасте. Я не помню, чтобы я брал на себя роль обвинителя, и, может быть, я могу... А тут мы же... Что виновата? Да, мы же причинно-следственную связь обсуждаем. Давайте я сейчас вам и зрителям расскажу конкретный маленький кейс, а после этого мы с вами обсудим. Встретили нас здесь очень и очень недружелюбно. Приключения россиян в Казахстане. Женщина... Сейчас, одну минуту, немножечко потерял я этот кейс. Сейчас, 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 сейчас. Работаем в прямом эфире, поэтому... Поэтому так. Встретили нас очень и очень недружелюбно. Приключения россиян в Казахстане. Женщины жалуются, что ее в Павлодарской области, Казахстан, она встретили совсем нерадушно. Казахстанцы увидели на машине Z-свастику и назвали ее фашисткой. Еще обвинили в войне на Украине и сказали ехать домой в Россию. Там лайфик есть. Урожная зона Z-свай. Встретили нас здесь очень, 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 очень недружелюбно. Увидели на нашем стекле машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину. Как раз водитель с вот этого автобуса Казах сказал, что нам здесь не рады русские. Убирайтесь отсюда. Вы фашисты. Георгий, вот этот кейс вы увидели, да? Да. Уберите, пожалуйста, звук, потому что у меня он еще идет в ухо. Коллеги, звук уберите, спасибо. Георгий, вот этот конкретный кейс я предлагаю нам с вами обсудить. Вообще, это вот история с Z-символом, который был интегрирован сейчас на постсоветском пространстве в соседних странах, государствах, которые когда-то были членами с республиками одного Советского Союза. Люди просто шарахаются от нее. Вот это Z-свастика. Насколько было так важно ее интегрировать? И что пошло не так у власти? Почему от нее таки шарахаются в том же Казахстане? Я думаю, что тут дело не в букве Z. Могли с тем же успехом в определенных ситуациях, определенные люди рисовать, допустим, ромашку. И тогда эта ромашка превратилась бы в политический символ. Тут, как говорят о Z-лингвистики, нет взаимнооднозначной связи между обозначаемым и обозначающим. Это как раз тот случай. Проблема в том, что... Во-первых, вообще на постсоветском пространстве, это проблема нашей истории, очень принято обвинять врагов именно в нацизме, фашизме и так далее. Хотя, конечно, это довольно серьезное упрощение. Это первое. Второе. Ну, я напомню, что Казахстан не просто... Не просто бывшая республика Советского Союза. Казахстан — это серьезный союзник России, член ОДКБ, то есть объединенного защитного договора. И вдруг такая реакция. Здесь есть две причины. Первая. Это проблема информационного предложения в России, информационного потребления в России. Предложение очень узкое. Безусловно, не рассказывают в подробностях гражданам о том, как меняется настроение в других бывших союзных государствах теперь. Например, ОДКБ в связи с тем, что Россия напала на Украину. И, во-вторых, те, кто потребляет официальную пропаганду, они не шибко интересуются какими-то альтернативными источниками информации. Это такое... В массе своей... Это такие люди, которые участвуют в некотором виртуальном шоу. Шоу вокруг некого виртуального мира. Это вообще свойственно нынешнему состоянию нашей цивилизации вообще. А в России особенно в силу, так сказать, неких исторических причин и специфической ситуации. И люди потребляют это шоу, люди получают удовольствие от как бы соучастия в этом шоу, например, через распространение символов, предлагаемых в нем. Потому что если бы это было шоу, допустим, по поводу Киркорова, то, ну, могли бы вывешивать портреты Киркорова на машинах. Вот. А здесь вывешивают эти знаки. А то, что происходит вокруг, они не понимают. Они не понимают, как это воспринимается в тех же союзных республиках. Если бы они сейчас поехали в Армению, они получили бы наверняка то же самое. Вот. Вот это ключевая проблема. А в чем причина, Георгий? Вот смотрите, лукавить не буду. Скажу так, вы для меня персона, как бы, значимая еще с 90-х годов, когда были советником Бориса Ельцина. И, скажем так, вы для меня человек из телевизора, из того телевизора, демократического. Да. В какой момент и для чего власть сделала все, чтобы русский человек, россиянин, во-первых, заболел великоросским шовинизмом, а во-вторых, начал восприниматься жителями постсоветских республик, стран, именно как великоросский шовинист? Ведь не секрет, даже в Украине до 2014 года, но уж если объективно говорить, то и определенная часть об этом выборы в Украине показывали, когда за оппозиционную платформу «За жизнь», несмотря на части оккупированной территории, аннексированный Крым, и части оккупированной Донецкой и Луганской властей, тем не менее, больше 20% в Верховном Совете Украины, Верховной Раде было именно пророссийской партией, откровенно, пророссийской партии. То есть, даже в тот момент россиян не воспринимали в Украине как великорусскими шовинистами. Но с 24 февраля вот этот тренд на восприятие, россиян стали бояться. И вот кому это выгодно, когда россиян начинают бояться? Как это сформировали в целом? Как долго ли это делали? Кто, опять же, в данном случае кто виноват? Кто виноват? Наверное, следующий будет вопрос, что делать, понятно, по Чернышевскому. Хорошо. Начнем, естественно, с первого вопроса. Конечно, это началось давно. Я попробую выступить таким инженером человеческой души, в данном случае души Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что он был поражен своей победой на президентских выборах, а я имею в виду нулевого года. И тем, как он стал президентом, и им было осознанно, понятое, принятое, и это сразу начали воплощать влияние, вот этот миф об абсолютном влиянии СМИ на состояние умов граждан. Вот тот, кто контролирует СМИ, контролирует все. И с тех пор фетишем сделался рейтинг, а инструментом сделались средства массовой информации. А мишень, собственно, на что должна быть направлена вот эта пропаганда, она формировалась, естественно, постепенно и позже. Потому что это невозможно было сформировать сразу. У электората Путина в нулевом году не было социального лица. Он был структурно тождественным населению России в целом. Это фиксировалось социологами самыми разными и пока еще независимыми в том числе. То есть это началось формироваться дальше по мере понимания того, что легче всего соблазнять некое расширение ядерного электората Путина, который начал тогда выкристаллизовываться, а это население небольших городов или сел, малообразованное, сравнительно пожилое или старенькое, больше женщины, чем мужчины и так далее. Если вы постепенно будете как-то приращивать этот электорат, вы получите такой патерналистский, не очень разборчивый, не очень культурный электорат, который нужно соблазнять старыми мифами. А есть ли отличия, Георгий, извините, я все-таки не могу не задать этот вопрос. Есть ли отличия между электоратом путинским и электоратом Ельцина? Категорически. Ну что ли? Это важно объяснить. Это абсолютно противоположности, потому что электорат Ельцина это большие города, где много высших учебных заведений, где много высокотехнологичных производств. Вы говорите за выбор 91-го года или за выбор 96-го? За все. На самом деле. Это не только электорат Ельцина, это электорат вот этого, той части населения, у которой глаза в основном устремлены в будущее. Вот. И вот это абсолютно зафиксировано. Это исследовано не только социологией, это исследовано электоральной статистикой и прочее, прочее. Ну, Борис Николаевич же тоже страдал на вот эти, скажем так, шовинистские вещи великорусские. Не приятно. Конфликт Косово, когда было важно, там тот же Примаков развернул самолет, и когда был марш-бросок военных, главное дойти до первого, ну имеется в виду контингента миротворчества именно российского. Эти же вещи были. Была в том числе спецоперация в Крыму, когда был создан Мешков, президент, так называемый президент Республики Крым, да, то есть 92-й год, когда вокруг Крыма московские спецслужбы, ну, российские спецслужбы, хоть они тогда, наверное, были слабее, не, наверное, слабее намного, тем не менее были, ну и война в Чечне. Ну, я бы не рассматривал, безусловно, это как шовинизм. Война в Чечне, это совершенно особая статья, ее нужно разбирать отдельно, я бы ее не кидал в кучу со всем остальным, потому что, ну, так расширительно это трактуя, любые девиации 90-х можно списывать на шовинизм. Нет, ну это не очень серьезно. Вот, я имею в виду и Мешкова, и бросок в Косово, и прочее, прочее. У всего этого имеются ясные самостоятельные причины. Окей, я предлагаю обсудить еще одну тему, которая сегодня является датой. официально в мире считается, что 8.08.2008 года началась война, короткая война России против Грузии. Грузия именно таким образом ее воспринимает, в России это считается очередная спецоперация по принуждению к миру. Что происходило тогда, даже вопрос не то, что происходило тогда, а является ли событие того периода катализатором к тому, что произошло потом в 14-м и, соответственно, 24 февраля 2022 года? Да, бесспорно. Мы видим много общего из того, что происходило в 8-м году, в 14-м и позже. Вот. И главное здесь такое... Ну, Путин любит действовать постепенно, степ-бай-степ. Это как нащупывание ногой кочек, когда... Прощупывание ногой кочек, когда идешь по болоту. Он очень осторожен. И он это делал последовательно. И 8-й год это очередная из этих кочек. И, безусловно, это пролог к 14-му году. И связывает их две вещи. Первое, это вот эта политическая практика Путина действовать степ-бай-степ. И с одной стороны. А с другой стороны действующая до последней поры политическая практика Запада, которые, ну, избрали стратегию такого мюнхенского толка, стратегию умиротворения агрессора по отношению к Путину и его, ну, так условно скажем, внешней политике. Вот. Вот это абсолютно взаимосвязанные вещи. Но, опять же, почему я вот... Всегда пытаюсь понять, почему в целом российское население всегда на ура, среднестатистический россиянин всегда на ура воспринимает эти события. События в той же Грузии, захват части территории Грузии и признание так называемых этих республик Южной Осетии и Абхазии. Стоит напомнить, что война в Абхазии, это опять же в сторону Бориса Ельцина. Война-то в Абхазии при поддержке российских войск еще с 92-го года шла. Ну, и как бы, я думаю, что и у вас точно так же есть знакомые грузины, и все знают, как российские войска себя вели в Абхазии в определенный период. И вот я, впрочем, не про это, а про то, что все-таки почему российской власти удается каждый раз зазомбировать, да, простым языком, зазомбировать население и сделать его, если не сторонником, то молчаливым украинским спостерегачом, наблюдателем. Ну, я вам могу привести кучу примеров, если говорить о среднем россиянине, когда средний россиянин поддерживал вещи абсолютно противоположные, да, ну, например, возмущался тем, что происходило, избиение, значит, вот этой саперной лопатки в той же Грузии, да. Это 89-й год, это Советский Союз. Значит, мы говорим сейчас о России, я говорю о том, как к этому относились в том числе и россияне, это мне известно лучше, и то, что происходило позже в Литве и так далее, и так далее, и так далее. И вот, поэтому оперировать вот этими средними цифрами, ну, как бы не очень технологично, я так скажу, предельно деликатно. Поясните, почему? Потому что общество очень сильно неоднородно, вообще, любое общество неоднородно, а уж российское предельно неоднородно, и это существенное отличие, потому что вот тот раздрай, который был и в политических элитах, и в обществе по поводу того, вперед или назад, обобщенно говоря, который был в России, не сопоставим ни с одной другой постсоветской страной или страной Восточной Европы и так далее. Вот, в этом одна из ключевых проблем России. Поэтому здесь оперировать средними цифрами, ну, не очень. Просто мне, ну, просто очень важно понимать, я же не даром говорю, кто виноват и что делает, да? Вот, кто виноват, мы так или иначе понимаем, что Владимир Путин оседлал некого такого монстра коня, на котором, ну, скажем так, низменные желания быть великими, да, скорее всего. Да, вот он оседлал этого коня, и я думаю, что этой болезни шовинизм подвержен любой народ, как бы, если, ну, как-то грамотно в нужное время, в нужное место что-то интегрировать. То есть, я не провожу прямых аналогий с нацистской Германией, ну, потому что в каждое время, в каждую эпоху оно все по-разному, оно не может быть прямых аналогий. Но, тем не менее, какие-то базовые черты, основные черты присутствуют. Обиженность... Давайте с вами побьемся от заклад, что, ну, скажем, ну, через год, максимум через два, мы, рассуждая о средних цифрах поддержки того или иного россиян, увидим совершенно другую картину. Дело в том, что я вам советую и вашим зрителям тоже посмотреть на моем канале ролик, который мы вчера выпустили, он как раз посвящен этой теме. Значит, вот то, что вы условно называете поддержкой, это не только мое наблюдение, я просто ему дал несколько более фундаментальные объяснения во вчерашнем ролике. Это поддержка чрезвычайно неустойчивая и ситуативная, это поддержка участия в шоу. Еще раз, если главное на телевидении будет победа над американскими канадцами, ой, над канадскими профессионалами в хоккее, да, то главное в мировоззрении советских людей будет советский хоккей. Все зависит от того, какое шоу предлагают те, кто контролирует средства массовой информации. Единственный способ избежать этой болезни, это не делать никаких монопольных шоу, а это возможно только при независимости средств массовой информации. Но независимость средств массовой информации возможно только в случае смены режима. Естественно. И это возможно только в результате революционных событий и каких-либо эволюционных путей в Российской Федерации уже не существует. Значит, это абсолютно неверно и противоречат огромному количеству исторических свидетельств, начиная с истории Советского Союза. Вот те изменения, которые происходили в Украине, в России, в Прибалтике и так далее, они происходили очень постепенно. И это одна из проблем, например, России, что демократия, свобода были спущены сверху, а не возникли в результате революционных завоеваний восставшего народа. С тем, что было подарено расставаться легче, как известно. 17-й год был иной? Да, и поэтому этот миф держался довольно долго. Спорить не буду, как говорится, мы ударили об заклад онлайн, и через год посмотрим, что будем обсуждать. Еще одну тему хочется затронуть. Российский, когда-то мною любимый режиссер, актер Никита Михалков оправдывает отправку российских заключенных на войну в Украине. Об этом он записал даже рекламный ролик. Давайте посмотрим. В 16 лет он первый раз нарушил закон, дал машину, получил условно. Ну, а дальше пошло-поехало и грабеж, и наркотики, и несколько ходок. За последнее преступление он получил 5 лет. Весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс. Это прошение было удовлетворено, и он оказался на передовой. В результате этого товарищ получил ранение, ему перебило ноги. Во время перезарядки заметил, что к нему подходят три националиста. Вот. И в этот момент послышался взрыв. То есть он подорвал себя. Почему мы говорим об этом человеке? Что семьям погибших. Я прошу прощения за достаточно длинный ролик, но его надо было показать полноценно, чтобы понять всю суть. Как можно... Я даже не путь деградации Михалкова, это мне меньше всего интересно. Ну, конечно. А вот сам по себе момент привлечения в армию и с помощью в том числе вот таких вот пропагандистских роликов людей, которые являются заключенными. Насколько это, во-первых, уникальный метод? Насколько это уникально? И, во-вторых, как вы считаете, насколько боеспособен подобного рода боец будущей российской армии, который идет напрямую из мест лишения свободы? Ну, во-первых, нет ничего уникального в этом. Я напомню, что во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны советского народа, из лагерей извлекались осужденные генералы и другие высшие офицерские чины. И направлялись на фронт, им возвращали звания. Некоторые из них становились маршалами, как маршал Рокоссовский, который, как известно, был извлечен, и не только он один извлечен из лагеря. Вот, поэтому ничего нового тут нет. Что касается ролика Михалкова, он построен на домыслах и натяжках, начиная со свидетельства военного, которое свидетельствует только о взрыве и более ни о чем. Проблема современной войны – это проблема того, что в ней ничего нельзя скрыть, начиная от подготовительных маневров войск, которые все фиксируются, начиная со спутников и заканчивая дронами. Вот. Нельзя скрыть индивидуальные преступления или индивидуальные подвиги военнослужащих, если этот подвиг случайно попадает на преступления. Преступлениями чаще хвастаются бойцы, чем своими подвигами, потому что во время подвигов не хватает времени на самовосхваление. И не до этого практически. Вот. Поэтому время покажет, насколько то, что пытался продемонстрировать Михалков, как нечто типичное. Вот это проявление лучших качеств личности на войне. Вообще-то жизнь показывает ровно противоположное, что чрезвычайно трудно подавляющему большинству проявлять на войне свои лучшие качества. Это случается с крайне небольшой долей людей, воюющих. Вот. Поэтому время покажет, и я уверен, что эта реклама, по сути, эта реклама, записывайтесь, значит, в эти штрафные батальоны. Снарвокопы. Снарвокопы. Да, совершенно верно. Вот. Насколько эта реклама состоятельна. Огромное спасибо, Георгий Сатаров.